Приветствую вас! Вы знаете, вот, у вас в тексте есть ответ на ваш вопрос, на самом деле. Может быть вы не заметили его ответ на свой вопрос. А если что, то я вам его покажу. Вот. Дело здесь всё в том, что человек действительно не готов. То есть он действительно не готов к серьёзным отношениям. Вот. Он действительно готов только к отношениям таким, несерьёзным. То есть поехать отдохнуть, развлечься, вот. Как-то ещё что-то сделать, да, то есть, ну, такой вот непринуждённый, непринуждённый, в общем. Очень. У него видение отношений. Вот. Ну, а вам, вам, соответственно, конечно, нужно что-то большее. Это, безусловно, вам нужно серьёзное что-то, но машина вам этого дать. Пока что на данный момент не готов. К сожалению. Вот. Так что здесь вы, правда, просто человек, вот, ну, видит отношения, да, а не так, как вы. И в этом, в принципе, всё дело. Вот. С другой стороны, с другой стороны, на мой взгляд, вы слишком круто взяли его в оборот. Вот. То есть, на мой взгляд, несмотря на возраст его, да, несмотря на его возраст, несмотря на то, что ему 29 лет, как вы говорите, мне кажется, что вы достаточно круто взяли его в оборот, в том смысле, что, может быть, не так уж прошло и много времени, чтобы требовать от него какой-то серьёзности, чтобы требовать от него чего-то. Потому что мне показалось, что вы прям ждёте к себе прям очень активного такого отношения, от активного поведения, при том, что связывает вас на самом-то деле не так уж, а много чего. В том смысле, что общего между вами немного. Я бы сказал, что, я бы сказал, что даже мало общего вас, кроме какого-то отдыха, да, где вы провели вместе время, вам было хорошо, но этого вполне возможно недостаточно для настроения серьёзных отношений. А мужчина мог просто быть не готов к чему-то более серьёзному, и вы на него как-то вот тут же начинаете давить, намекать, что ему, безусловно, не может не нравиться, и он поэтому, собственно, понял, что писать и отвечать вам, сейчас, вот, на данный момент, никакого смысла не имеет, потому что вы все равно не примите то, что он готов вам дать. Вот. То есть, поймите, пожалуйста, да, что я вас не пытаюсь, не пытаюсь обмануть, эээ, не пытаюсь обменить в чём-то сейчас. Я бы хотел, чтобы вы просто задумались на эту тему, да, и подумали, а не слишком ли вы вот многого ждёте от мужчины, да, то есть, эээ, чего вы хотите конкретно от человека. То есть, вы говорите, что мужчина должен, там, грубо говоря, внимание проявлять, да, и действую, как это совершать. А, да, возможно, но, почему вы считаете, что это должно быть сразу? Вот у человека, например, другая позиция, у него другое мнение, и оно может быть неправильным, оно может быть неверным, но это его выбор. И если вы не готовы его выбор принять, то, может быть, вам и вместе быть, ну, как бы, действительно не стоит. Вы понимаете? Вот. А его поведение, это поведение человека, который, эээ, которого давят. То есть, все люди, когда на них давят, да, когда они чувствуют давление, они пытаются отстранить. Опять же, я вас не обвиняю, да, я не хочу, чтобы вы думали, что я вас обвиняю, я просто, эээ, показываю вам, как обстоят дела. Что вы слишком, ну, слишком мало времени вместе провели, на мой взгляд. Чтобы чего-то конкретно, чего-то такого достаточно серьезного ждать, да. Вот. С другой стороны, вы четко высказали свои желания, да, с другой стороны, вы четко показали, что вам нужно, и если мужчина не отреагировал на это должным образом, да, если он не скорректировал свое поведение, так как нужно вам, да, то это означает, опять же, что есть вещи, есть вещи, которые, которые приемлемы для неприемлемы, точнее, для вас, а есть вещи, которые неприемлемы для него. И, наверное, для него вот как раз неприемлемы, а то, что вы от него хотите. Вот. Как бы это было, может быть, вам, допустим, неприятно. То есть, вы принимаете решение расстаться. Вы принимаете решение расстаться. Вот. И идея эта, эта идея, идея расстаться, в принципе, неплохая. То есть, я думаю, что, ну, если вы решили расстаться, да, то, в общем, в общем и целом, это хорошо, если вы действительно решили расстаться. но, для чего тогда вы пытаетесь понять его? Вы же пытаетесь его понять? Получается. Вот. понимаете? И это, мне кажется, несколько исключает тот факт, что вы действительно настроены на то, чтобы с ним расстаться. поэтому, я рекомендую вам обратить на это самое прицельное внимание, да, то есть, посмотреть на то, чего вы в этой ситуации хотите. Вот. То есть, мне кажется, кажется, что вот пока что, да, на данный момент, мне кажется, что вы не хотите признать, что мужчина вам как-то чем-то запал в душу, да, и вы не готовы его значит отпустить просто-напросто. Вот. Вы не готовы его отпустить. Но если вы не готовы его отпустить, то это скорее ваша особенность, это скорее ваше субъективное отношение к этому, но никак не ну никак не в нем дело, не в мужчине. понимаете? Вот. Поэтому, мне кажется, что вот так в принципе, можно вам ответить на ваш вопрос. То есть, давайте еще раз, его поведение, это поведение человека, человека, который не готов к серьезным отношениям таким, как как это, ну таким, каким это как это видится вам. Вот. Понимаете? Не готов человек вот к этому, ну к таким историям на данный момент. И все по сути. он не готов, он ведет себя так, как ему комфортно. Просто ведет себя так, как ему комфортно. То есть, ему комфортно ну, от вас быть отстраненным, да? Он от вас отстраняется. Не задумывается, да? ни о чем. И так далее. Просто ему так комфортно, ему так хорошо. Он это делает. Вот. И вы либо принимаете его позицию такую, хотя я и отдаю себе отчет в том, что это не просто будет для вас. Вот. Либо вы это принимаете, либо нет. нет. Вот. И в принципе все. Других вариантов тут нет. И быть не может, не может. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, Анна. И удачи. до новых встреч. До новых встреч. до новых встреч. Продолжение следует...